В Европе нет ничего, что может превзойти Тадж. Это место, дышащее торжественным спокойствием, писал Верещагин. Один из прекраснейших архитектурных ансамблей мира, комплекс мавзолея Тадж-Махал, был построен императором Шалджахану из Могольской династии после смерти его любимой жены. По преданию, император поклялся возвести мавзолей, какого еще не знала земля, и можно согласиться с тем, что он свою клятву выполнил. В течение 18 лет над строительством беломраморного Тадж-Махала трудились около 20 тысяч мастеров индийских, турецких, иранских, среднеазиатских и иных, создав одно из чудес Индии. Его купол поднялся на 74 метра над землей. Верещагин Верещагин умело выбрал место на другом берегу реки Джамни-Вагри, с которым можно было любоваться и поразительным декоративным эффектом ослепительно белой на фоне синего неба архитектуры ансамбля, стоящего на постаменте за красной ограждающей стеной всего комплекса, и чуть дрожащим в водах Джамни отражением этой красоты. Верещагин Тонкие минореты подчеркивают изящные очертания главного купола. А написанные мелкими, дробными мазками отражения в воде мавзолея и выложенных из красного песчаника стен и башен награды своими повторами цветовых и линейных ритмов, сообщают образу поэтическое звучание, редкое в творчестве Верещагина. Голубые отцветы неба ложатся на белизну купола мягче, а цвет в затененных местах разработан тоньше, чем у обычного художника. Здесь сказался его восторг перед единством красоты и самой природы, и творения человека в их гармоническом единстве. Крохотные пятнышки, которыми переданы фигурки людей, дают представление о грандиозных масштабах сооружения. КОНЕЦ КОНЕЦ